В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о скейтбординге. В гостях у нас чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева. Ксюша, здравствуй. Здравствуйте. Прости мне мою дремучесть, но я не знала этого. Я не знала, что скейтбординг – это официальный вид спорта, да? Да, да. Вот сейчас недавно буквально прошла первая Олимпиада, которую переносили из-за коронавируса как раз в 21-м году. Скейтборд первый раз был представлен как олимпийский вид спорта. То есть теперь это официально вид спорта, и те люди, которые занимаются скейтбордингом, они теперь спортсмены полноценно. Да, да. Ты девушка-скейтбордистка, скейтбордист, я не знаю, как здесь правильно сказать. Почему именно скейтбординг пришел в твою жизнь? Не гимнастика какая-нибудь, не танцы, а именно скейтборд. Как так получилось? Ну, это произошло совершенно случайно. Я чем больше углубляюсь именно в историю русского скейтбординга, понимаю то, что тут все взаимосвязано, и в какой-то определенный момент каждый скейтбордист находил своего проводника, который помогал ему прийти в мир скейтбординга. Вот у нас так произошло. Мы пришли на соревнования. Это были первые международные соревнования в Москве. И, ну, просто посмотреть, как там ребята катаются. И перед нами сидел молодой человек Андрей Лехин. И вот он сказал то, что у него бесплатная секция в крытом скейтпарке, можно прийти покататься. И вот с этого момента как-то затянуло. Ну, до того момента, как ты стала профессиональной спортсменкой, ты же, наверное, просто каталась. С какого возраста? Как это началось? Кто себя в это привел? Ну, вот как раз именно просто кататься я начала в 12 лет. Вот с подачи Андрея, с которым мы встречались случайно. Вот. И все. Ну, то есть не было, конечно, никаких планов, ну, там, как спорт или не спорт, потому что тогда это еще ничего не было известно. Ну, просто нравилось, просто катались. А как же ты тогда стала уже профессионалом? Как начались шаги именно в профессиональную карьеру? Мне кажется, что тогда, когда я начинала, ну, мало у кого были мысли, что вот именно хочется стать профессионалом, тем более спортсменом. Ну, то есть вы просто собирались с друзьями, катались, 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 ну, потому что вам это нравилось целыми днями. И когда как раз пришла, скейтбординг пришел в Олимпиаду, вот, всех, кто есть на российской арене, их начали вот как раз подключать именно вот к спортивному скейтбордингу. Это сложно, кататься на доске? Ну, это зависит от того, нравится тебе это или нет, потому что, ну, в принципе, то, что нам нравится, нам несложно делать. И повторять сколько угодно раз нам это, наоборот, по приколу. Ну, а трюки, все вот эти, которые мы можем наблюдать, ну, насколько в моей голове это складывается, да, когда я вижу такие вот трамплины или как это правильно у вас называется, когда скейтбордисты прыгают, крутятся в воздухе. Вот это сложно выполнять, это мучатся как-то специально или это все приходит с опытом, глядя на других, как? Ну, да, это все вот приходит с опытом, и мне кажется, что именно с технической точки зрения скейтбординг, он один из самых сложных, экстремальных видов спорта, потому что у тебя всего две точки опоры, и это твои ноги. То есть, в отличие от велосипеда или самоката, где у тебя есть руль, как ты можешь еще как-то повлиять. Вот этого нет. Тяжело быть девочкой скейтбордисткой? Ну, обычно мальчишки этим увлекаются, девчонки, наверное, все-таки реже. На самом деле, сейчас нет, потому что сейчас это уже более-менее привычно, много девочек катаются. Ну, да и когда я начинала, у нас уже, ну, ни одна девочка была, которая на мировом уровне неплохо каталась. А я думаю, что тем, кто начинал, вот, Катя Шенгеля, Саше Смирновой, им было сложно. Почему? Потому что вот тогда, наверное, это было прям в новинку, и тогда казалось то, что если девочка в скейтпарке, то она скорее пришла, ну, просто на мальчиков посмотреть. А чтобы кто-то катался, падал, такого вот нет, нет, не было. А ты много падала за всю свою историю? Ну, вот, в скейтбординг, в принципе, ты когда катаешься, ты там, ну, каждый день падаешь, просто, ну, ты учишься делать это правильно, и это как бы безболезненно, это просто часть процесса. Но этим надо учиться заниматься с детства, или взрослый человек, в принципе, который заинтересовался, ну, там, лет в 25, я не знаю, тоже может встать на доску и со временем поехать? Вообще сейчас начинают кататься в совершенно разном возрасте, то есть начиная с трех-двух лет, также уже даже в России есть несколько мужчин, которые начали кататься там после 60, и им совершенно нравится это, они там, ну, одевают наколенники и катаются в большой рампе, ну, это тоже очень круто. Но, наверное, если говорить именно как о спорте высоких достижений, то если ты начал, типа, сейчас, позже пяти-шести, уже ничего не получится. Но как хобби это замечательно в любом возрасте. Ты еще совсем юная чемпионка, тебе 19, да, лет? Да, да, мне 19 лет. И я хочу вот что спросить, родители, как отнеслись к твоему увлечению, если ты начала с 12, а это все-таки экстремальный вид спорта, здесь не было какого-то такого, Ксюша, нет, ты травмируешься, Ксюша, я не знаю, носи юбку, я хочу видеть тебя в юбке и платиться, как мамы часто говорят, а дочка остановится на доску и едет. Или поддержали, наоборот? Наоборот, поддержали. Ну, то есть, в принципе, мне кажется, у нас как-то так в семье принято, что, ну, типа, если ты чем-то занимаешься, это круто, ну, хуже ничего не делать. То есть, в целом, никогда даже не боялись за то, что ты можешь что-то сломать, упаси господи. Ну, конечно, боялись, но приходилось отпускать. Но серьезных травм у тебя не было или были? Нет, серьезных, связанных со скейтбордингом не было. То есть, я правильно понимаю, что, когда ты уже занимаешься этим профессионально, есть, наверное, какая-то техника безопасности, которую надо соблюдать? Или как это все происходит? Ну, чем больше ты катаешься, чем больше ты падаешь, тем больше ты понимаешь, как откидывать доску, как избежать каких-то, ну, страшных моментов. То есть, ну, приходит с опытом просто, как не падать страшно. Твои первые серьезные соревнования, когда они были? То есть, что-то же было перед тем, как ты стала чемпионкой России? Это, наверное, было в Париже. Я не помню, какой это год, мне было 15 лет, то есть, ну, года 4 или 5 назад, вот. Были совершенно ужасные соревнования, потому что, ну, типа, никто не знал, как регламент, на всех соревнованиях был разный регламент. И вышло так, что меня там вызвали, мне уже надо кататься, а я думала, что это перекличка, я подняла руку. И все, как бы, и вот идет моя попытка, ко мне подбегает организатор, что-то мне на английском пытается объяснить, а я вообще тогда на английском не говорила. Вот, очень стрессово получилось, но, в принципе, благодаря таким моментам, ну, сейчас есть, ну, понимание, как должно выглядеть катание, чтобы выходить на международный уровень. Вот. Ну, тогда ты взяла какое-то призовое место? Нет, конечно, нет. Да, тогда это, ну, это просто вот то, что, наверное, каждый человек, ну, скейтбордист в России, когда он переходит на чуть-чуть стойбеньку повыше, он должен испытать вот этот культурный шок, когда ты приезжаешь в другую страну и видишь, как, ну, это, в принципе, может быть, как люди могут кататься. Просто переворачивает немного мир внутри себя. Ну, кстати, да, скейтбординг – это ведь не наш вид спорта, не российский. Откуда он пришел? Из Америки, наверное? А он пришел, ну, вообще, он начался, да, в Америке, в Калифорнии, вот, принято считать. И при этом очень интересно получилось то, что в России, ну, скейтборд зародился именно в Владивостоке, но из-за того, что это достаточно далеко от европейской части, никто об этом не знал, и параллельно он начал зарождаться в Москве, в Питере, когда в Владивостоке уже все давно катались. Вот так, то есть мы еще и, оказывается, были первыми в России. Да, да, я вот боюсь соврать, но, по-моему, первые иностранные скейтбордисты приезжали в Владивосток, то есть как-то вот момент с информацией тут был лучше поставлен. Интересно, интересно. То есть получается, что поскольку это иностранный вид спорта, соответственно, многие соревнования, они, я так понимаю, проводятся тоже в разных странах, за рубежом. Да, да. Ты много где бывала? Ну, да, мы много где в Европе были, в Америке, даже в Китай ездили. Каких высот добилась? Что в твоей копилке? Какие награды? Самое крупное мое достижение – это победа на Мистик Кап 18-го года. Это соревнования в Праге. Это достаточно, ну, одни из самых старых европейских скейтбордических соревнований, и там как раз есть женский зачет. И было вообще очень круто туда съездить, увидеть, как у них это все выглядит, потому что у них это не с точки зрения спорта там, а именно вот как культура скейтбордическая, очень круто. Вот. Ну, наверное, они. А как же тебе был присвоен титул чемпионки России? Ну, вот когда начали проходить чемпионаты в России, они же... Ну, чемпионат России, наверное, идет три года, три года всего. Вот. На первом я выступила очень плохо, прям вообще не получилось. А потом следующие два прошли как раз хорошо. Вот расскажи о последнем, это чемпионат 2020 года, как там все проходило? Ой, чемпионат 2020 года, он прям был... Это было очень крутое мероприятие. Ну, это там, где ты как раз-таки завоевала свой титул, насколько я понимаю. Да, ну да, да, да. Это проходило все в Краснодаре. У них там есть замечательный парк, лучший в России, который именно построен по, ну как, международным стандартам. То есть такой парк можно увидеть на такие фигуры на международной арене. Вот. И было очень круто то, что это, наверное, первые российские соревнования, на которые приезжали люди со всех регионов. То есть можно было увидеть девочек из Тюмени, из Калининграда. Девочка приезжала из... Боюсь назвать неправильное название город. Ну, вот из Казани, там маленький город где-то есть рядом. В общем, было очень круто. Что демонстрировала ты и что принесло тебе победу? То есть какие задания тебе надо было выполнить? Как это все организовано было с этой точки зрения? Мне вот просто интересно, как проходит соревнование по скейтбордингу. И вижу, как у нас здесь ребята катаются, да, где-то там в районе памятника, либо на каких-то специальных отведенных площадках. А как проходит соревнование по скейтбордингу? То есть выстраиваются специальные трассы или как это называется, да, специальные тренажеры, может быть? Ну, нет-нет-нет. Вот есть скейтпарк, и получается, ну, вот как... Ну, вот олимпийская система соревнований. Это так, что тебе дается две попытки по одной минуте. То есть ты откатываешься раз дорожку из одной минуты, два, и потом ты выполняешь еще пять отдельных трюков. Вот. И в зачет идет четыре лучших оценки. И так складывается то, что... Ну, почему эти соревнования вообще были уникальны? То, что, мне кажется, первый раз в России было такое, то, что... Ну, мы за первое место прям дрались буквально. То есть, мне кажется, в какой-то момент было уже неважно, кто победит, потому что это было настолько прикольно то, что... То есть до последнего трюка, до последней моей попытки выходило так, что я шла на втором месте. И в самый последний момент все решила сделать? Да, да. Скейтбординг, как мне кажется, да, это... Ну, без какой-то подготовки другой, физической, ты, наверное, не справишься с поставленными задачами, с теми трюками, которые тебе нужно выполнить. Или же... То есть нужно дополнительно заниматься чем-то? Нужно быть физически готовым, выносливым, сильным? Ноги, в конце концов, сильно иметь? Да. Ну, то есть определенно, да, в любом случае, ну, нужно держать себя в форме. Но поскольку это как вид спорта еще очень молодой, то есть никто точно, конкретно не может сказать, что конкретно влияет. Там, не знаю, надо кардио делать или, наоборот, закачиваться. То есть еще тут пока вопрос очень большой. Но в будущем ты планируешь оставаться в скейтбординге или нет? Конечно, конечно. Это, ну, это всегда билет в один конец. Почему? Ну, потому что, мне кажется, это настолько тебя захватывает. Просто весь твой мозг, он как-то начинает по-другому перестраиваться. Тебе не бывает страшно, когда ты катаешься? Ну, это все-таки высота, это прыжки, это скорость. Ну, конечно, ну, да, конечно, бывает. Но, мне кажется, в этом, ну, и сама фишка скейтбординга, то, что это всегда про какое-то преодоление себя. Адреналин? Да, да. А что касается экипировки, доски, всего остального, ну, то, чем должен обладать скейтбордист, да, как минимум доской и спортивными штанами. Это все дорого, это доступно, наоборот. Как вот захотел, я не знаю, ребенок сейчас 14-летний начать заниматься скейтбордом? Ну, мне кажется, относительно других видов спорта, ну, тех же лыж, это достаточно недорого, потому что, ну, хорошая доска, она стоит тысяч десять, и если ты начинаешь, то тебе ее хватит, ну, на год, наверное. Ну, и кеды. Кеды, ну, это, типа, от двух до трех тысяч, то есть, наверное, в соотношении с другими видами спорта это не так дорого. У тебя сейчас есть какой-то тренер или кто-то, с кем ты занимаешься, или ты сама целиком и полностью? Ну, это тоже достаточно сложный вопрос, потому что все-таки еще только идет тенденция к тому, что, ну, типа, вот как тренировать, ну, как вот это все. Ну, у нас есть тренер сборной России, и, ну, мы ведем работу вместе. То есть, с точки зрения технической, конечно, тебе нужно, чтобы тебе объясняли, ну, руки. Ну, что-то новое, да, руки. Ну, просто даже со стороны видно гораздо лучше бывают места, которые, ну, ты сам не увидишь. А если сейчас это все только развивается, да, как же вы черпали все эти знания, откуда вы их брали? Вы смотрели какие-то фильмы, я не знаю, ролики с Ютуба? Как это все приходило к вам? Наверное, частично это, ну, через соцсети, когда ты наблюдаешь за другими ребятами, частично это, ну, Ютуб и все такое. Ну, и также, типа, ну, вот как у старших, потому что, ну, всегда, когда ты катаешься в скейтпарке, там, у тебя там что-то не получается, к тебе подъедут, помогут, объяснят. То есть я думаю, что это такой переходящий момент от старших к младшим, от старших к младшим. Есть кто-то, кому, я не люблю говорить слово, хочется подражать, да, но кто-то, на кого ты равняешься, кто для тебя добился высот таких, каких хотелось бы и тебе в том числе? Мне кажется, что тем, кем хочется быть, это скорее собирательный образ, то есть ты смотришь, вот тут человек прикольно ноги ставит, вот тут он, типа, щелкает красиво, там, подпрыгивает высоко. И ты как бы из всех этих мелочей собираешь какую-то одну картину, как ты хочешь именно сам это делать. То есть скейтбординг, он настолько разнообразен, что очень сложно просто ткнуть пальцем на одного человека и сказать, что я хочу быть как он. Очень много направлений. А чего бы тебе тогда хотелось, вот если такой ответ, чего бы ты хотела добиться в своем развитии вот сейчас? Есть конкретное понимание, то что, если мы говорим про соревновательный скейтбординг, то для того, чтобы выйти на какой-то следующий уровень, нужно научиться брать большие фигуры, поднять стабильность, потому что, ну я как бы вроде относительно и немало трюков умею, но так, чтобы на соревнованиях делать каждый раз, у меня с этим проблемы. Ну и, конечно, научиться простраивать более грамотные дорожки, чтобы можно было минуту ездить без ошибок. Ездить без ошибок – это сложно получается. Один раз отдельно сделать трюк – это гораздо проще, чем сделать 10 легких трюков подряд. Но это еще очень от человека зависит, потому что есть люди, которые, наоборот, могут лупить дорожками, но чтобы сделать какой-то отдельно сложный трюк, им сложнее. А вообще, сколько времени уходит на отработку какого-то одного трюка? Отработку какого-то трюка? То есть вот встала-поехала или же нет? Или же это нужно долго тренироваться, чтобы вышло так, как ты хочешь? Скейтбординг, мне кажется, еще не дошел до такого состояния, как спорт-спорт. То есть нет норм каких-то. Да, нет такого, что за 5 лет ты должен стать чемпионом или идеально делать какой-то определенный трюк. Такого не бывает. Тут скорее еще больше культурное наследие влияет. Не то, что ты делаешь, а как ты это делаешь. Какие-то трюки тебе приходят сами. Над какими-то ты мучаешься долго. И это сложно вот так под одну гребенку сделать то, что вот один трюк – неделя. Такого нет. Такого нет. Поскольку скейтбординг – это такая, ну, уличный, наверное, какой-то вид спорта, да, зародившийся с улиц уж в любом случае. Понятно, что сейчас по России строятся скейтпарки. В России есть площадки. У нас во Владивостоке есть площадка. Я, к сожалению, не могу оценить ее с профессиональной точки зрения. Но, тем не менее, она есть. И при этом продолжает молодежь кататься все равно где-то в парках, скверах, на памятниках, во дворах. Вот у тебя такое было, нет? Выгоняли тебя откуда-нибудь бабульки, сидящие на лавочках? Конечно, конечно. Это же вот именно кататься на улицах, кататься на ступенях – это в сто раз круче, чем кататься в специальных скейтпарках. Для самих скейтеров это гораздо более ценнее, потому что даже вот есть Юта Харигоми – это японец, который выиграл Олимпиаду. И, казалось бы, это самое большое достижение, которое можно достичь в спорте. Если зайти к нему в Инстаграм, у него единственное, что будет написано в шапке профиль – это ссылка на его видео, где он катается на улице. То есть вот такое отношение к этому. То есть это круто? Это еще и адреналин, наверное, какой-то? Ну, это все адреналин, но это, ну, просто именно больше про культуру. Про субкультуру, наверное, я бы даже сказала какую-то. Ксюш, скажи мне, пожалуйста, ответь на последний вопрос. Ты приехала во Владивосток. Может быть, ты уже каталась или знаешь что-то об уровне наших скейтбордистов, ребят? Можешь его оценить? Владивосток вообще для скейтборда приспособлен? Сейчас нам нужно вот это подумать. Но ты не каталась здесь с нашими ребятами? Я бы в Владивостоке не каталась, и с ребятами из Владивостока тоже не каталась. Насколько я знаю, то что тут есть 5-6 девочек, которые, ну, катаются, и это достаточно большое количество для города с населением 600 тысяч. То есть 5-6 девочек – это прям вау. Но, наверное, тут такой момент, то, что из-за холмистой местности, может быть, еще что-то, у вас просто не так много парков, где можно прокачиваться. Поэтому все-таки все равно вот приоритет в уровне, он всегда у тех, у кого есть зимнее крытое помещение, где можно прокачиваться 365 дней в году. То есть это вот сейчас у нас Питер ведет, потому что у них лучше всех с этим. Ну что ж, я надеюсь, что Владивосток тебя все-таки еще порадует и сможешь прокатиться с нашими ребятами. Я думаю, наверное, это в твои планы входит. Да, да, конечно. Ну и помериться опытом, знаниями и, может быть, что-то для себя перенять. Ксюша, я желаю тебе новых побед на новых соревнованиях, ну и, конечно, роста какого-то творческого. Спасибо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о скейтбординге. В гостях у нас побывала чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА